Рассылка Гамаюн – программа рассылки сообщений ВКонтакте. Привет! На связи Юлия Измайлова. В этом видео мы с вами разберем рассылку Гамаюн – сервис для работы с рекламой ВКонтакте, программу для рассылки сообщений ВКонтакте. Гамаюн – она называется gmaun.pro, вы можете набрать сейчас в Яндексе или в Google и перейти в данный сервис. Как это работает? Я вам сейчас покажу в своей группе ВКонтакте, вот у меня есть группа продвижения через YouTube с Юлией Измайловой, и вот здесь можно подписаться на полезности, это я уже придумала, я когда сюда нажимаю, вот я попадаю на рассылку Гамаюн. Сейчас загрузится, покажу, как это выглядит, то есть вот здесь я уже подписана, то есть я могу отписаться и заново подписаться, и мне начнут приходить сообщения. Вот, сразу первое – в благодарность за подписку, хочу сделать вам первый подарок, то есть, соответственно, как только человек подписался на рассылку моей группы на полезности, им идет серия писем определенная, и потом в дальнейшем я также могу настраивать письма. Вот, допустим, у меня есть еще одна рассылка, будет как раз в среду 4 октября вебинар «Как получить поток клиентов с видео», и на нее я тоже могу нажать «Подписаться». И мне тоже сразу же, вот видите, пришло сообщение, вы успешно подписались, и дальше уже идет сообщение. То есть, вот таким образом это работает. Для меня это было прекрасным открытием этой рассылки Гамаюн, чтобы я могла общаться с тем, кто уже давно подписан и читает меня ВКонтакте, и вот я себе настроила. В этом видео хочу поделиться с вами, как вы можете это сделать для своего проекта. Итак, переходим на gmoun.pro, там нужно будет авторизоваться через ВКонтакте, вас попросят, вот внутрь, когда вы попадете в кабинет, вы увидите, у вас будет модератор и рассылщик. Давайте по-быстрому начнем с модератора. Естественно, понятное дело, что рассылки можно делать только от сообщества, а не от личной страницы. То есть, вот сюда нам нужно будет добавить наше сообщество. Из тех сообществ, которые подключены к моему профилю ВКонтакте, у меня есть одно продвижение через YouTube, я вам только что показывала эту группу, и вот одна из старых групп «Выбери свою жизнь», в принципе, я на ее примере могу добавить. Здесь мне предлагают запрашивать доступ к странице, я разрешаю. Все, у меня добавлено теперь две группы, если мне нужно будет, я ее удалю. Либо могу сделать ее невидной, то есть, если я переключу «Бегунок», здесь будет серым, то подписка на это сообщество будет недоступна, но мы пока ее оставим. Далее, что мы делаем? Здесь также остаются пусть настройки. Теперь как саму рассылку настроить? Переходим к этому тоже важному моменту. Для этого мы переходим в «Рассыльщик» и вот здесь есть… смотрите, когда у вас «Синеньким» выделено, продвижение через YouTube – это активное. И вот эту, если я выделю «Синеньким», то она станет активной. Я теперь могу работать именно с этой рассылкой. Смотрите, когда у меня «Синеньким» выделено продвижение через YouTube, у меня уже здесь есть настроены письма. Вот, кстати, вы здесь можете видеть мое первое письмо, уже три человека подписались. Здесь я могу отображать в приложении, то есть показывать либо не показывать возможность подписаться на эту рассылку. Могу редактировать тема, то есть тема у меня – «Продвижение через YouTube». Я могу поделиться этой рассылкой с кем-либо, то есть скопировать ссылку, и у меня выходит вот такая табличка. Я копирую, и если я эту ссылку сейчас ставлю в браузер, то есть если я буду делиться где-то, может быть, в пост, поставлю эту ссылку, то человек сможет вот сюда сразу перейти и нажать кнопочку «Подписаться». «Понятно, для чего это нужно». Далее, соответственно, отсюда мы выйдем пока что. Дальше мы можем добавлять пользователей, исключать пользователей и, в принципе, удалить эту тему вообще. То есть у меня вот тема «Рассылки. Продвижение через YouTube» с Юлией Измайловой. И вот вторая тема, тоже я ее создала, просто «Добавить тему». Нажимаем, и вот здесь у меня «Как получить поток клиентов с видео». То есть вот уже два человека подписались, но вы только что видели, я в самом начале этого видеоролика подписалась сама на свою рассылку. Идем дальше, значит, «Как добавить сообщество»? Все, сообщество мы с вами уже добавили, и нам сейчас нужно будет поработать вот с этим «Сообществом выбери свою жизнь», то есть я хочу именно с ним поработать. Давайте сюда добавим какую-то тему, я прям наглядно вам покажу название темы, например, «Тестовая тема». Здесь текст для страницы подписки, то есть, например, «Привет», «Благодарю за подписку». Здесь можно сразу же прикрепить сообщение пользователю. «Вы подписались на рассылку», «Ждите новых писем». Так просто. И нажимаю «Создать». Все, вот она тестовая тема, вот то, что я вижу. «Привет, благодарю за подписку». И сейчас, если я перейду, скопирую опять же эту ссылочку, и перейду по ней, то есть по этой ссылке, сейчас покажу, как это работает. Итак, следующий момент. Для того, чтобы люди могли подписаться на вашу рассылку, нам необходимо подключить приложение к нашему сообществу. Тогда нужно будет пройти вот по такой ссылочке, я ее оставлю в описании к данному ролику, и подключить приложение «Гамаюн» к вашей группе. Вот смотрите, у меня уже к одной моей группе подключено, и вот вторая группа, которую мы только что с вами добавили в «Гамаюн», нам нужно также ее подключить. Мы здесь выбираем, ставим галочку, когда вы пройдете по этой ссылке, у вас тоже выйдут те группы, созданные вами, которые вам принадлежат, добавленные в «Гамаюн» в том числе. И вот вам нужно будет подключить, для чего это делается. Вот смотрите, вот здесь у меня есть «Подписаться на полезности». То есть вот такую кнопку, грубо говоря, мы сейчас с вами и будем делать в вашем сообществе. То есть смотрите, в новом сообществе, которое я добавила в «Гамаюн», такой кнопочки пока что еще нет. Поэтому переходим по ссылке в описании, выбираем то сообщество, к которому нам нужно подключить «Гамаюн» и жмем «Добавить». Все, успешно добавлено. И теперь, когда я сейчас обновлю страничку вот этой моей новой группы, все, вот видите, «Подписаться» появилось. Мы с вами можем сейчас эту кнопочку, нажимаем на нее и мы можем здесь подредактировать. «Действия в настройках сообщества», вот видите, тестовая тема, которую мы с вами создавали «Привет, благодарю за подписку», она здесь уже сразу появилась. Давайте перейдем в «Действия настройки в сообществе». Вот эту кнопочку мы можем назвать как угодно, то есть не обязательно подписаться, можно там написать, допустим, «Забери подарок», может быть, по-разному, как вам угодно. Мы можем настроить видимость этой кнопки, то есть все пользователи или кто конкретно будет видеть, и дальше сохраняем изменения, в принципе, пусть будет. Кроме того, мы с вами еще можем сделать, знаете, что в сообществе? Вот смотрите, в моем сообществе есть возможность написать мне сообщение. Любой человек, который сейчас находится в моем сообществе, может задать мне какой-то вопрос, например, и вот здесь в сообщениях сообщества потом будет отражаться. А вот в этом сообществе, смотрите, я сейчас покажу, на данный момент нет такой возможности. Вот видите, мы переименовали, и теперь здесь «Забери подарок». То есть здесь пока нет возможности писать мне сообщение, соответственно, нам нужно вот этот момент также настроить с вами. Так, для того, чтобы это сделать, переходим «Действия», также «Настройки в сообществе», и вот здесь есть сообщение. Вот, сообщения выключены, я могу их включить, добавить, допустим, в левое меню или куда-то, и написать, например, «Добро пожаловать», «Напишите ваш вопрос». То есть, когда человек нажмет «Написать сообщение в сообществе», он получит в ответ «Добро пожаловать», «Напишите ваш вопрос». Нажимаю «Сохранить», теперь перехожу в сообщество, и вот, видите, кнопочка «Написать сообщение» появилась. Так, теперь переходим обратно в «Гамайон», и что мы видим? Вы видели, что тестовая тема у нас появилась, давайте перейдем еще разочек в «Забери подарок», и вот она, разрешить, и вот она тестовая тема «Привет, благодарю за подписку». То есть, сейчас, если я подпишусь, то есть, если человек подпишется на вашу рассылку, то ему сразу же приходит сообщение. Вот у нас сообщение «Вы подписались на рассылку, ждите новых писем». Это как раз то, что мы с вами вот здесь настроили. Дальше, давайте идем разбираться. Можно здесь создавать цепочки сообщений. Для этого мы нажимаем цепочки сообщений и вот здесь мы выбираем. Вот она тестовая тема, которая у нас создана, и в эту тестовую тему мы можем добавлять сообщение. То есть, самое первое сообщение вы уже видели, которое приходит, если человек подписался. Допустим, мы добавляем сообщение и мы можем… То первое письмо приходит сразу, а, допустим, это будет у нас второе письмо. То есть, оно, допустим, у нас будет приходить через день. Мы можем выбрать время. В какое время, допустим, в 13 часов оно придет. Мы можем здесь, если что-то нужно, какое-то вложение добавить. Все. То есть, я настроила, написала письмо, обозначила, что через день после самого первого, как только человек подписался, через день ему приходит второе письмо. Нажимаю «Ок». Дальше могу добавить еще сообщение, то есть, третье письмо. Здесь мы выбираем на второй день и выбираем время, опять же 13. Соответственно, таким образом будут приходить письма в то время, как вы настроите. Мы можем создавать… Но это именно в тестовой теме созданной. Сейчас я вам покажу, как это реализовано в моем сообществе «Продвижение через YouTube» с Юлией Измайловой. У меня здесь уже настроена цепочка писем по тематике «Продвижение через YouTube» с Юлией Измайловой, и сейчас я вам покажу. Вот она здесь, эта цепочка сообщений. Вот она «Продвижение через YouTube» с Юлией Измайловой. И вот у меня идут первое письмо, второе письмо через день, третье письмо через два дня. Таким образом это реализовано, что касается цепочки сообщений. Кроме того, мы можем создавать рассылку, если прямо сейчас вам нужно отправить какое-то письмо, перейдем обратно в нашу тестовую группу и, допустим, тема. Мы можем в ту же тестовую тему, а можем просто без темы отправить письмо, можем в обе группы, в обе темы отправить это письмо. То есть мы можем выбрать и без темы, а можем выбрать тестовую тему. Давайте уберем ее и просто отправим письмо. Например, «Как проходит ваш день?» Это просто для теста. «Как проходит ваш день?» Мы можем выбрать дату здесь, вот, например, тридцатая. И можем выбрать время, допустим, в час дня и, соответственно, отправить. Все. То есть 30 сентября в час дня придет сообщение пользователю, как проходит ваш день именно для тех, кто вообще в принципе подписан на рассылку, либо подписан на тестовую тему. Мы можем для тестовой темы, для нашей рассылки, тестовая тема – это название рассылки. Вот, допустим, у меня в продвижении через YouTube на сегодняшний день есть две рассылки. Одна из них просто «Продвижение через YouTube» – это идет серия писем, а вторая – «Как получить поток клиентов с видео». Сюда я отправляю сообщение тем людям, которые желают 4 октября прийти на мой открытый вебинар и послушать, как раз-таки узнать о том, как получить поток клиентов с видео. То есть сюда я буду писать отдельно письма. В принципе, по поводу настройки приложения Гамайюн у меня все. Я вам показала сегодня, как добавить в свою группу, как сделать кнопочки «Подписаться на полезности», как сделать кнопку «Написать сообщения» в своей группе, как создать в Гамайюне цепочку сообщений, то есть если нам нужна цепочка сообщений, мы нажимаем и добавляем туда свои письма. И как просто создать рассылку в какую-либо из тем. То есть здесь я тоже могу сейчас, допустим, как получить поток клиентов с видео именно в эту тему, написать какое-то сообщение и отправить его в указанное время, указанную дату. Пожалуй, на этом у меня все. Все необходимые ссылки для регистрации я вам оставлю в описании к данному видео. Если ролик вам понравился, был полезен, ставьте лайк, делитесь им с друзьями. Пусть они тоже знают, что есть вот такая прекрасная возможность, как рассылка сообщений ВКонтакте, то есть через Гамаюн. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их, пишите в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Ну и до встречи тем, кто желает узнать, как через видео получить поток клиентов, до встречи 4 октября. Также ссылочку на регистрацию я вам оставлю в описании к данному видео. С вами была Юлия Измайлова. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok